Всем привет. Сегодня у меня Aquaris E5. Словно дисплейный модуль. Тач не работает. Дисплей целый. На этих моделях, если ломается тач, то хана с концами стоит стеклянная тач матрица. Поэтому стекло ломается вместе с ней. Сейчас мы с вами поменяем дисплейный модуль. Симслоты. Задняя крышка. Так. Снимаю заглушку металлическую, которая находится под крышкой. Под заглушкой находятся все основные разъемы, дисплеи, батареи, основной шлейф. Три серебристых винтика. Ее прикручивали, которые я снял. Далее разбираем верхнюю крышку. Четыре. Три. Три и четыре винта. Ее держат черных. Один под пломбой. Убираем в сторону. Так. Дисплей у нас целый. Постараемся его снять. Целым. Итак. Итак. Включаю разъем батареи, разъем дисплея и разъем основного шлейфа. И вот здесь наверху у нас находится разъем тачскрина. Вот так вот выглядит дисплейный модуль, который мы на них меняем. Но я его не проверяю, потому что это наши дисплейные модуля. Мы их делаем. Вот. Он стопроцентно рабочий. Если вы заказали или купили где-либо, то подсоедините его вот сюда. Это разъем дисплея. Включите, проверьте. Вот. И после этого уже, после того, как вы убедили, что он рабочий, можно ставить. Итак. Коксиальный кабель. Отстегиваем батарею. Не очень, не очень сильно она у нас приклеена. Терпимо. Так. Сняли батарею. Разъем дисплея. Со шлейфом. Два маленьких винтика серебристых. Которые держат системную плату вверху. Снимаем. Шлейф. Кнопок включения. И боковых кнопок. Кнопок регулировки звука. Это у нас здесь разъем передней камеры. В принципе, его можно не отсоединять. Так как она отстегивается. Вместе с системной платой. Итак. Здесь пазы у нас вот. Аккуратно снимаем виброзвонок. Камера у нас осталась здесь. Давайте ее вытащим. Вот разъем тачскрина с драйвером. Вот. Антистатиком заклеена. Была. Таким вот. У нас на нашем модуле. По-моему, есть уже все готово. Да. Здесь вот все приклеено. Поэтому все снимаем. Все. Осталось нагреть и снять дисплейный модуль. Но так как я его хочу снять целым. Поэтому я ставлю его на сепаратор. Такой вот сепаратор. У меня есть 100 градусов. У меня уже выставлено. Вот. Разогреваем. Разогреваем его. Минут 5 достаточно. После этого снимаем и продолжаем. Продолжаем снимать. Так. Сейчас я ставлю на паузу пока. Хотя нет. Давайте. Давайте посмотрим на дисплейный модуль. Очень качественный. Здесь он проклеенный. Вот у нас пластиком. Сверху тоже. Сейчас мы его с вами сразу проклеим. Проклеивать будем таким вот скотчем. Трем. Проклеиваем полностью по периметру. Полностью по периметру. Значит проклеиваем дисплейный модуль. И проклеиваем рамку. С которого мы сейчас снимем сломанный дисплейный модуль. И после этого продолжим снимать. Итак. Продолжаем снимать. Вот я снял с сепаратора. Горячий. Горячий. Горячую рамку с дисплейным модульом. Сейчас мы снимем все это дело. Очень хрупкое стекло. В этой модели. Очень хрупкое. Трескается моментально. Не потому что оно тонкое. Оно конечно тонкое. Оно в Галакси 5 допустим. Оно намного тоньше. Наверное. Все дело в закалке. Не та закалка. Походу. Поэтому. Если вы хотите снять дисплейный модуль в целом. Точнее. Да. Дисплейный модуль. Чтобы дисплей сохранился в целом. Лучше его загреть на сепараторе. Поэтому я его и разогрел на сепараторе. Преимущество сепаратора перед феном. Конечно. В том что. Сепаратор. Абсолютно равномерно разогревает. Поверхность. Всю поверхность. Тачскрина. Что облегчает его дисплейный монтаж. При температуре 100 градусов он снимается. Несложно. Итак. Мы его практически. Отделили. Пластиковая рамка. Старайтесь не оставлять следов. Вот здесь у нас строчискрин уже лезет. Давайте вытащим разъемы. Вытаскиваем разъемы. Сильно не сгибаем. Дисплей может сломаться. Давайте разогреем внизу. Конечно. Если бы нам не нужен был дисплей целым. Все это можно было сделать намного быстрее. Без сепаратора. Немного разогрев термофеном. По-быстрому в течении минуты сорвать дисплейный модуль. Учитывая то, что можно поменять стекло. Вот этим самым сэкономить. Я в последнее время в видео стал об этом говорить часто. Мы меняем целым. Вот мы сняли. Итак. Вот эта у нас решетка отвалилась. Верхним динамиком. У нас кусочек остался здесь. Удаляем старый скотч двусторонний. Это даже не скотч. Это что-то вроде клея. Потому что скотч. Двусторонний скотч. Каким бы он крепким ни был, он снимается намного легче. Здесь у нас что-то вроде клея какого-то. Поэтому приходится до 100 градусов разогревать, чтобы снять. Итак. Рамка готова. Проверьте углы. Если углы помятые от удара, то нужно их выпрямить, чтобы стекло село ровно, без зазоров. Ну, здесь вот что-то вроде у нас помято немного. Поэтому выпрямим немного такими вот движениями. Итак, проклеиваем рамку. Вот как я проклеил. Видите, да? Как я проклеил дисплейный модуль. Запрессуйте немного, чтобы она сильно крепко сидела. И можно ставить. Сейчас я ставлю на паузу. После проклейки продолжим. Вот так. Все готово. Осталось вставить дисплейный модуль. Так. ' Удаляем дисплей, все готово, бумажку с шлейфом, так вот эту вот решетку вам не забыть вставить, сюда вот. Итак, вставляем сначала разъем дисплея. Вставляем разъем и драйвер тачскрина, встречаем здесь, укладываем. Так, вот здесь у нас. Здесь у нас щель, щель получается, потому что здесь был удар, и рамка вылезла наружу у нас, это придется уже объяснять клиенту. Она у нас вылезла здесь. Хороший удар был. То есть вот эта щель у нас, похоже, остается рамка металлическая, точнее это не металл, а сплав алюминиевый что ли. И вот она у нас здесь погнутая, видите, да. Вон она вылезла. То есть, по идее, нужно было ее поравнять сначала. Еще лучше поменять рамку. Ну да ладно. Клиент об этом во всем узнает. Если захочет, то мы ему поменяем рамку. И так вставляем системную плату, застегиваем камеру. Вставляем системную плату, виброзвонок. Так, драйвер, точнее, должен быть здесь. Все остальное сверху. Камера, видите, да. Даже камера криво стоит из-за этого удара. Такая вот щель некрасивая. Застегиваем точскрин. Основной шлейф. Шлейф кнопок. Два винта, которые держали на стенную плату. Так. Так, отверстие. В какое из отверстий он был прикручен? Застегиваем коэксиальный кабель. Укладываем в камеру свою. Застегиваем дисплей. Батарея. Настегиваем батарею. Так, ничего не забыл. Верхнюю рамку. Да, здесь, конечно, уголок этот у нас подпорченный. Малости. Но ничего, все ремонтируемо. Итак. В общем-то, все. Ничего сложного. Двадцать, двадцать пять минут. Не звонят. Двадцать, двадцать пять минут уходит на замену такого дисплейного модуля. Вот. Даже все это происходит еще быстрее. В том случае, если вам не нужно снимать целым дисплей, на который у меня ушло больше времени, чем на проклейку. Поэтому. Так, металлическая заглушка, которая крепилась другими тремя длинными серебристыми винтиками. Включим, пока будем закручивать. Включили. Загружается пока. Так, заглушку прикрутили. Оставшиеся винты. Крышку коллеги шумят. Застегиваем крышку по периметру. Видите, как я уже говорил, да, все работает. Дисплейные модуля у нас заранее проверенные. Поэтому. Поэтому здесь один косяк вот этот, конечно. Порешаем, думаю. Итак, всем спасибо за внимание, друзья. Только что мы поменяли дисплейный модуль на Aquarius E5. На сегодняшний день у нас в Испании по Испании цена замены этого дисплейного модуля. 70 евро. Это самое дешевое. Если хотите подороже, то можно найти и подороже. Всем спасибо за внимание. Удачи в ремонте. До новых встреч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! До новых встреч!